Этот перекресток перед поворотом на Сергейполе впервые попал в объективы телекамер в 2017 году. Тогда администрация города судилась с хозяином пекарни, которая стояла вплотную к дороге и создавала огромную пробку на подъеме с Мамайского перевала по направлению к Дагомысу. Трассу расширили, ларек убрали, движение стало свободным. По просьбе главы города и в интересах местных жителей, владелец объекта, кстати, имеющий все разрешительные документы, тогда пошел навстречу властям. Однако от других предпринимателей эта ситуация ничему не научила, и они решили возвести похожий объект на противоположной стороне дороги. Эти господа решили по беспределу построить напротив новый магазин, который опять же приведет к огромной пробке, потому что там будут, по понятной причине, машины останавливаются, нет ни заездов, ни проездов, ничего. И здесь это вызвало огромный резонанс. Огромный резонанс. То, что его снесут, то, что будет уголовное дело там, то, что этим займется генеральная прокуратура, я в этом не сомневаюсь, потому что это вызов он делает не мне, это он уже вызов делает той же генеральной прокуратуре. Мы свое дело делаем, наша задача подать суд вовремя. Иск о сносе постройки администрация гордо направила 7 марта. Дожидаться решения суда, который, скорее всего, станет на сторону мэрии и наложит на нерадивого застройщика суровые обеспечительные меры, вплоть до ареста имущества, не стоит, советует мэр. В целях экономии времени, денежных средств и, самое главное, чтобы не подливать масла в огонь общественных волнений, можно начать демонтаж объекта уже сейчас. Застройщик не возражает. Школьник в пятом классе, который думает, что вы прекрасно понимали, что это нарушение. Вы готовы убирать? Да, уберу. Буквально через 15 минут после завершения встречи строительные леса вокруг незаконного объекта стали разбирать. Глава города попросил застройщика произвести демонтаж до конца недели. Елена Овсецина, Максим Ковригин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.